здравствуйте рад вас вновь приветствовать на нашем youtube канале not по стриму сегодня у нас на обзоре триммер wall мини фигура профессиональный беспроводной триммер как написано большими буквами на коробке ну давайте посмотрим что за коробка что внутри коробки так стандартная валовская коробка стандартная она для рынка сша у них такие небольшие коробочки в европе они зачем-то делать здоровенные коробки ну видимо для солидности хорошо давайте посмотрим что тут у нас расписано расписано время работы расписано что сделано в сша из местных и импортированных запчастей ну то есть по сути что собрано в сша из китайских запчастей дальше написано что входит в комплект ну и внешний вид изображен на обороте расписано опять же предназначение там всякие плюсы и минусы и так далее хорошо давайте распакуем и посмотрим что же у нас в комплекте вскрываем коробочку и смотрим что у нас внутри понятное дело макулатура здесь у нас 3 отдельно от него нож скорее всего изначально то он шел на триммере этот нож просто в процессе доставки отвалился красные труселя как утверждает волк только красные труселя является гарантией того что это профессиональный инструмент если вдруг у вас труселя в комплекте серый черный или какие-то другие значит у вас не профессиональный триммер ну ладно окей дальше идет зарядное устройство идет зарядная подставка идет комплект насадок и масло щеточка для очистки хорошо и так комплектуется сетевым зарядным устройством конкретно этот триммер привезен из сша поэтому зарядка у него под американскую розетку машинки примеры которые поставляются для европы они идут соответственно с европейскими зарядным устройством в комплекте 4 насадки насад здесь 36 10 13 миллиметров хотелось бы увидеть в комплекте еще и насадку полтора миллиметра но такое не существует в природе то есть каких-то других насадок кроме вот тех что идут сразу в комплекте вы купить к этому триммеру не сможете позиционирование этого триммера производитель говорит что от волн мини фигура это триммер для стрижки животных для каких-то мелких деталей там лапки мордочка что-то еще подстричь какие-то мелкие штрихи само собой нет целиком животное постричь но помимо того что выпускается мини фигура выпускается еще и вол берет точно такой же триммер с минимальными отличиями то есть они оба черные но вот этот глянцевый черный этот soft touch черный ну и здесь надпись белым здесь надпись не знаю насколько вам видно вон она там тоже есть но черным по черному этот триммер для животных этот пример для людей есть точно такой же триммер берет для людей но вот такой вот хромового цвета есть кроме того берет в сша серого цвета темно-серого с такой кирпичной вставкой и кроме того есть еще и триммер стерлинг маг который точно такое же опять но других цветов то есть он вот такого цвета в точности и есть они белого цвета еще то есть отличается три модели с разным названием только цветом при этом сами тушки одинаковые внутрянка у них одинаковая комплектация абсолютно одинаково отличаются только названием мини фигура типа для животных берет и маг это типа для людей при этом они абсолютно одинаковые и так одно небольшое отличие бывает вот единственная модель черный берет у него идет черный нож все остальные триммеры хоть для животных хоть для людей комплектуются такие вот не крашеным ножом здесь нож с углеродным покрытием цементированный нож ну в теории он более долговечен но у триммеров основная беда это то что ломаются зубцы и здесь уже не поможет никакое покрытие поэтому срок службы ножей этих что белого что черного фактически одинаковый ножи абсолютно взаимозаменяемые никаких отличий нет хорошо давайте поговорим теперь про мини фигура памятая что все что я сейчас про него скажу относится и к триммеру берет эргономика очень удобный хорошо лежит в руке кнопка удачно расположена в отличие от того же wall detailer у которого проводного вообще в задницы переключателя у беспроводного выключатель сбоку но тоже не настолько удачно расположен как уберет а уберет он прямо под пальцем довольно легко большим пальцем включить выключить маленький удобный отлично сидит в руке вес вес 115 граммов это в общем то можно сказать что стандартный вес триммеров большинство триммеров весит около 120 граммов там 110 120 130 есть исключение опять же это детейлеры они весят в районе 200 граммов потяжелее но тоже в принципе вполне удобно но вот этот стандартный вес для триммера больше ему в общем то ни к чему питание питание у данного триммера комбинировано это значит что стандартно он работает у нас от аккумулятора встроенного но если вдруг вы забыли его вовремя зарядить вы можете работать от провода включить провод включить провод в розетку подождать пару секунд и работать от провода как будто этот триммер воспроводный заряжать можно как напрямую воткнув шнур так и через зарядную подставку это очень удобно это позволяет постоянно держать вам триммер заряжен время работает одной зарядки у триммера составляет 75 минут время полной зарядки составляет 60 минут с небольшой оговоркой что в первый раз сразу же как вы его купили желательно его поставить на зарядку подольше но там часа два-три можно хоть на всю ночь оставить в дальнейшем 60 минут абсолютно хватает для полной зарядки при этом при зарядке у нас лампочка горит адово синим цветом давайте сейчас включим посмотрим мне вот этот синий индикатор выжигающих глаза не нравится мне бы гораздо больше понравился зеленый либо янтарный индикатор который мягко горит не раздражая зрение вот это вот лампочка ее видно из противоположного угла помещения при этом не очень приятно все эти синие индикаторы да это вроде бы красивый дизайн ярко броско но блин раздражает зрение колоссально при зарядке горит непрерывно когда зарядка уже близится к концу вот-вот полностью зарядиться начинает мигать когда полностью заряжен у нас лампочка должна потухнуть но поскольку внутри начинка довольно таки простец к не всегда это срабатывает как надо поэтому в принципе час постояла на зарядке все достаточно можно снимать мощность здесь стоит достаточно мощный мотор как и у 99 процентов аккумуляторных машинок мотор здесь роторный но само собой маленькие роторные это не значит что мощные просто роторные дорогами мощность здесь два с половиной вата это для триммера хорошая мощность я вам скажу что у многих дешевых китайских машинок для стрижки мощности то ниже то есть если взять всякие там не сочтите уже за рекламу девали маркшмидты мустанги и тому подобный китайский мусор с переклеенными ярлычками за баснословные для таких характеристик денег то там мощность может быть даже меньше два с половиной вата хватит вам абсолютно для всех видов работ это для триммера более чем достаточно машинки как правило в районе 5 ватт профессиональные полноразмерные машинки такие как волосы и так далее здесь триммер два с половиной ватта этого более чем достаточно нож здесь быстросъемный то есть мы на него нажимаем пальцем и он отщелкивается и потом обратно тоже легко его прищелкнуть то есть выключили триммер большим пальцем надавливаем нежно на нож и он отщелкнулся после того как его отщелкнули его легко почистить смазать и поставить на место все работает достаточно тихо вибрации небольшие но есть особенность у этого триммера что со временем он начинает гудеть здесь не совсем удачная конструкция крепления ножа то есть он быстросъемный но крепится он прямо на пластиковый корпус то есть здесь не какие-то там стальные пластины фиксатора как у машинок беретта либо как у всех машинок моза а здесь крепится прямо на пластиковый корпус со временем этот корпус и стирается и крепление становится неплотным то есть если пошевелить но что у годовалого триммера он немножко шевелится и соответственно при работе он вибрирует бьется корпус шум чтобы это избежать лечится до смешного просто внутри подклеиваются два кусочка изоленты после этого снова крепление становится очень плотненьким и опять все дребезжание пропадает становится таким же тихим ширина ножа как указывают на упаковке 28 миллиметров но это американская ширина ножа по-русски говоря ширина у него будет 32 миллиметра почему такие разночтения потому что американцы измеряют по верхнему по подвижному ножу а в европе в том числе в россии измеряют по направляющей гребенки неподвижной и у нее ширина 32 миллиметра таким образом ширина здесь абсолютно стандартная такая же как у подавляющего большинства профессиональных триммеров как практически у всех триммеров моза других профессиональных брендов 32 миллиметра обратите момент здесь вот есть такой винт на ноже практически все кто впервые сталкивается с этим триммером пытается этот винт открутить чтобы снять нож повторимся нож здесь быстросъемный ничего крутить здесь не нужно надавили пальцем нож отстегнулся все и обратно точно также ставится разборка что находится внутри этой тушки я показывать вам не буду по очень простой причине конструкция корпуса здесь практически одноразовая если вы ни разу не разбирали этот триммер то вы гарантированно сломаете внутренние клипсы поскольку снаружи когда смотришь на триммер абсолютно непонятно где они расположены и как их отщелкивать после этого корпус будет защелкиваться не плотно если вы раньше уже разбирали этот триммер знаете конструкцию корпуса где там эти клипсы расположены то сломаете вы их с вероятностью 50 процентов то есть конструкция не совсем удачная в плане ремонтопригодности понятно что все это можно потом собрать на двухсторонний скотч она будет держаться и даже как-то пристойно смотреться но тем не менее сейчас я разбирать ничего не буду чтобы потом не отдавать клиенту не продавать какой-то уже фактически бывший в употреблении триммер который разбирали что-то там сломали при разборке все рассказали выводы давайте сделаем вывод что же это за триммер хорошего или плохой кому нужен триммер хороший разумеется не идеальный разумеется всегда есть к чему придраться в частности к тому что со временем нож может разбалтываться но как я уже говорил лечится это крайне легко позиционируется этот триммер как триммер для животных но не вижу никаких причин для того чтобы не купить его для стрижки людей как правило эти триммеры продаются дешевле чем точно такое же но человеческие вол берет поэтому всем рекомендую видите вол берет видите вол мини фигура мини фигура стоит дешевле берите мини фигуру абсолютно все то же самое кроме цвета тоже начинка тоже комплектация все то же самое будет работать точно также но обойдется вам скорее всего дешевле для кого это для профессионалов либо для дома триммер очень популярен у профессионалов поскольку хороший мягкий нож то есть можно и деток не боясь там подстригать окантовку делать не порежет достаточная мощность для того чтобы и бороду где-то поправить и этот же триммер в принципе можно использовать и дома для дома у него плюсом идут достаточно большая насадка 13 миллиметров максимально что есть не у всех триммеров у того же детейлера валовского допустим всего лишь четыре с половиной миллиметра максимальная насадка но к сожалению нет насадки полтора миллиметра для дома это минус для профессионала это абсолютно все равно потому что профессионал вот этот пакет должен сразу выкинуть поскольку в моем понимании для профессионального использования триммеру насадки не нужны зачем нужна насадка 3 миллиметра на триммер если есть машинка с длиной среза 3 миллиметра на этом пожалуй все советую к покупке одна из самых ходовых моделей вполне заслуженно если будут какие-то вопросы задавайте их в комментариях под этим видео не забывайте что у нас также есть группа вконтакте где вы также можете задавать свои вопросы и где мы в последнее время стараемся дублировать все наши видео на этом все до новых встреч пока пока